Господи, Господь наш, Як отчудно имя Твое по всей земли, Як Он взяться великолепие Твое Привыше небес. Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня понедельник, 30 июля, и Церковь предлагает нам к нашему назиданию и для нашего внимательного рассмотрения отрывок из первого послания апостола Павла Коринфянам, глава 15, стихи с 12 по 19. И вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, то есть, мертвые не воскресают. Ибо если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших. Поэтому и умершие во Христе погибли, и если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня мы вновь и вновь обращаемся к первому посланию апостола Павла Коринфином. И в этом послании апостол Павел затрагивает очень важную вещь – веру в воскресение Иисуса Христа. И действительно, это краеугольный камень нашей веры, это та опора, на которую опирается все здание нашей веры. И апостол Павел говорит здесь в контексте. Он не просто отвлеченно философизирует здесь, философствует, а он говорит о конкретном вопросе, о конкретной проблеме. И эта проблема заключалась именно в греческих корнях коринфской общины, потому что, конечно же, Греция – это культурный центр, и это центр философии, и все были знакомы с ее азами, и, конечно же, все философствовали, принадлежали той или иной философской школе. И, как мы знаем, знаменитую поговорку «сома-сима», которая звучит так по-гречески, и на русский, если переводить ее, она означает «тело-гроб». И в контексте философии Платона это вполне себе реалистичная и живая идея о том, что душа – это нечто такое, что должно стремиться в горний мир, что должно стремиться в мир идей, в которых она пребывала до того, как попасть при рождении в клетку, клетку своего тела, нашего тела. И только когда душа избавляется от тела, она обретает действительно истинный покой, радость, и смысл своего существования, она устремляется в мир идей. И это, если коротко говорить, и не вдаваясь, конечно же, в подробности, и, конечно же, здесь прослеживается эта мысль. Коринфяне не верили в воскресение, и они не верили в него, многие из них не хотели его принять, потому что над ними давлела культурная ихняя составляющая греческой философии, и именно философия Платона о том, что тело – гроб. Зачем воскрешать людей, если душа освобождается от гроба? И, конечно же, это был некий камень преткновения для языка христиан, то есть христиан из язычников, особенно для образованных, кто был сведущ в античной философии. И апостол Павел здесь полемизирует с ними и говорит, что они неправы. Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мертвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мертвых? Если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Тщетна – значит пуста, бессмысленно. Действительно, если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. Действительно, если Бог не воскрешает мертвых, если Его не существует, то значит Христос, умерев на кресте, был погребен и не воскресал. Из этого следуют катастрофические последствия для церкви, для верующих людей, о чем апостол Павел будет говорить далее. Христос не воскрес. И если Он не воскрес, то проповедь наша тщетна и тщетна вера ваша. И почему? Плюс ко всему к этому, к тщетности и пустоте веры и проповеди, добавляется и то, что и апостолы оказались бы лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали о Боге, что Он воскресил Христа, которого Он не воскрешал, если, конечно, мертвые не воскресают. И здесь надо сказать, что плюс ко всему добавляется и тот факт, что апостолы были бы лжесвидетелями. То есть они бы говорили о Боге неправду, то, что Он не совершал. Ибо если мертвые не воскресают, то Христос не воскрес. И воскресение людей необходимым образом связывается с воскресением Иисуса Христа. А если Христос не воскрес, то вера наша тщетна. Вы еще в грехах ваших. Действительно, если Христос не воскрес, то не произошло искупление, не произошло обновление плоти человеческого естества. То значит, смерть Христа была напрасна, если Он не воскрес. Смерть не побеждена. Ад не побежден. Не может апостол Павел цитировать ветхозаветных пророков и восклицать. Ад, где твое жало? Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? И Ему же будет вторить и Иоанн Златоуст на именитом своем пасхальном воззвании. Действительно, вера тогда тщетна. Она бессмысленна, потому что воскресением Христа обновляется все человеческое естество, рушатся все оковы ада, разрушается та власть греха, которая давляла над человеком. Но если Христос не воскрес, то грех не уничтожен и смерть не уничтожена. И нет тогда общего воскресения для всех людей, если нет воскресения. Если нет воскресения, если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то вера пуста и бессмысленна, ибо она не имеет под собой никакого основания, потому что именно воскресением Христа человек освобождается от узов смерти и греха. Если мы, поэтому и умершие во Христе погибли, те, кто, будучи христианами, умерли, они тоже погибли, потому что они не освобождены от греха. И те, кто пребывает сейчас во Христе, тоже не освобождены от греха. Бессмысленно все. Бессмысленно проповедь апостолов, бессмысленно вера. Плюс все, кто говорит о Христе, они лжа свидетельствуют о Боге. Таким образом, если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Если Христос для нас важен только в контексте нашей земной жизни, и мы не верим в воскресение, то мы несчастны, потому что все те скорби, все те подвиги, которые мы преодолеваем и претерпеваем, исповедуя Христа Богом, они бессмысленны, и поэтому мы несчастны. Они бессмысленны потому, что Христос не воскрес. По мысли тех людей, которые говорят, которые отрицают воскресение людей. Таким образом, апостол Павел говорит о том, что воскресение Иисуса Христа – это есть центр и краеугольный камень нашей веры, вынув который из основания дома рушится все. И он настоятельно проповедует и говорит об этой своей вере, о вере в воскресение Господа нашего Иисуса Христа, которое и мы исповедуем, всякий раз поем на литургии, и всякий раз приходим в храм, в воскресный день, чтобы прославить именно это событие, чтобы оно рефреном звучало в наших сердцах. «Христос воскресе! Воистину воскресе!» Итак, дорогие братья и сестры, будем молиться и помнить о том, что когда мы молимся, мы обращаемся к Богу, а когда читаем священное Писание, Бог с Его стороны обращается к нам. Всем радости о воскресшем Господе и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»